Всем привет и добро пожаловать обратно в криптовселенную. Сегодня мы поговорим о последнем отчете индекса потребительских цен и обсудим его влияние на биткоин. Отчеты об индексе потребительских цен, очевидно, очень важны в плане того, какова будет реакция Федрезерва, если вы посмотрите на то, чего ожидают рынки в плане действий Федерального резерва. Рынки разделились на какое-то время. Ожидания колебались между 25 пунктами и 50. Перед тем, как мы перейдем к инфляции, я скажу о том, что делает Федрезерв, чтобы они срезали 50 пунктов. Мне кажется, им потребуется увидеть очень много доказательств того, что инфляция уверенно идет к двум процентам. И на данный момент я не уверен, что эти признаки очевидны. Мы поговорим об этом. Итак, основная инфляция на уровне 2,92 процента. Округляем до 2,9. В прошлом месяце инфляция была 3 процента. За месяц до этого на самом деле 2,98. Так что она упала примерно на 0,06 процента. Небольшое падение, но по крайней мере все идет в правильном направлении. Вчера рынок на самом деле ожидал больше 50 пунктов. Тем не менее, сейчас все поменялось обратно на 25. Мне интересно, может быть, это не то, что хочет видеть рынок. Причина в том, что мы проходим через лето года выборов, и CPI сильно не спускалась под 3 процента. Сильно. Оно все еще в районе 3 процентов. Плюс-минус 0,1 процента. Почему эта проблема? И я уверен, Федрезерв смотрит на это. Если вы посмотрите на 70-е, и Паул много раз к этому отсылал. Он не первый раз это упоминает. Вы можете видеть, что летом года выборов CPI также достиг уровня примерно 2,93 процента. В июне 72-го было 2,96. В июле было 2,96. И в августе было 2,95. Помните, в этих данных есть задержка. Сейчас очевидно август, но мы получили данные за июль. Июнь был 2,98. Июль 2,92. Возвращаемся к 70-м. Это не сильно отличается пока что. То же самое время года между 2,9 и 3 процента. Июнь, июль, август. И вероятно, тогда это выглядело будто инфляция под контролем. И я ставлю на то, что многие люди думали, что она пойдет обратно на 2 процента. Это звучит резонно. Она упала с 6,42 в феврале 70-го до 2,96 в июле 72-го. Одна вещь, которую я хотел бы упомянуть, это метод, который они тогда использовали, чтобы измерять инфляцию, поменялся с тех пор. На самом деле, все эти сравнения не обязательно честны из-за этого. Когда вы смотрите на эти пики, выглядит так, что они сильно выше. Вы должны знать, что метод отличался тогда. Метод измерения инфляции. И если бы они использовали тот же метод сегодня, как и тогда, то инфляция была бы здесь гораздо выше, чем 9%. Вероятно, она была бы вот здесь, где вот эти два пика. Я проводил некоторые вычисления раньше. Я на это смотрел, и она была бы гораздо ближе к этим двум пикам, если бы метод не поменялся. Это всегда меня бесит до некоторой степени. Не хочу об этом говорить, но... Мой бэкграунд это науки. И я не могу представить себе публикацию графика с данными. Но в какой-то момент в данных вы меняете то, как измеряются данные. Но потом все же продолжаете выкладывать и сравнивать с предыдущими данными. Так что у меня есть небольшая проблема с этим, потому что ничто подобное никогда бы не прошло рецензирование. Ну, то есть, какой исследователь, уважающий себя, аналитик, создал бы серию данных, а потом поменял бы метод в какой-то момент. И потом продолжил бы это все записывать, как будто это одно и то же. Так что это вот небольшая проблема, которая меня бесит. Я думаю, что было бы хорошо, если бы они... Ну, это нормально создавать новые графики. Но почему бы не продолжить старые, чтобы мы могли понимать, как все идет, опираясь на то, как раньше вычисляли? Это просто я. Может быть, просто я. Опять же, это отличные новости, что инфляция под тремя процентами. Отличные новости. Но мне интересно, кроется ли причина того, что рынок возвращается к этим 25 пунктам? Мне интересно, из-за того ли это, что рынок такой... Есть ли у Федрезерва достаточно доказательств, что инфляция действительно возвращается к 2%? Потому что вы можете сказать, что это выглядело так вот здесь в 70-х, и потом у нас была вторая волна инфляции. Более того, это было, по сути, в августе, так что в следующий месяц было опять ниже 3%, а потом мы пошли выше 3%, и в следующий год инфляция просто продолжила расти. И очевидно, когда инфляция растет, S&P начинает сыпаться. Так что это, я думаю, дилемма, которую встретил Федрезерв. Это правда, что многие люди хотят, чтобы Федрезерв срезал ставки. Если вы следите за всей этой темой с доминацией, если вы ждете альт-сезон последние 3 года, вы попросту молитесь на срез ставок. Вы, очевидно, смотрите на ваш альткоин, который падает дольше, чем вы хотели. Но вы не можете винить пока Федрезерв, потому что Федрезерв не предсказывает. И это хорошо, что они этим не занимаются, потому что многие люди, которые занимаются предсказаниями на тему того, куда пойдет инфляция, они полностью ошибаются. Если вы вернетесь к 22-му, было очень много критиков Федрезерва, которые сказали, что они не должны повышать ставки выше 3% или 3,5%. И многие из них попросту обвиняли Федрезерв в уничтожении экономики Соединенных Штатов. И вот прошло 2 года, и этого не произошло. Так что, если Федрезерв опирался бы на предсказания, чтобы понять, какая должна быть у них политика, они бы срезали ставки уже давно. Но, как вы и видели, в последние пару лет экономика могла удерживаться на высоком уровне гораздо дольше, чем люди думали. Это легко нам, диванным экономистам, сидеть здесь и жаловаться и говорить, что это то, как они должны это сделать. Но если вы будете честны сами с собой, я ставлю на то, что большинство людей нашли бы тысячу причин, почему Федрезерв должен был начать срезать ставки в 22-м или в 23-м. Это нелегко, и вы не можете винить Федрезерв за то, что они хотят быть уверенными. Потому что, если они срежут слишком рано или слишком агрессивно, слишком рано, то у вас будет риск еще одного раунда инфляции. И никто здесь, мне кажется, не хочет видеть этого. Кто хочет это увидеть? Я не хочу. Теперь есть еще один риск. Также, не только риск второй волны инфляции. Это не единственная вещь, которой озабочен Федрезерв. Есть также еще рынок труда. Я хочу показать вам, что происходит, если Федрезерв остается слишком высоко, слишком долго. Я говорил много об этом ранее, и это ничего нового, но я просто хочу показать вам, и как это сравнивается с нынешним рынком. Если мы вернемся к диапазону от 46-го до 49-го, я тоже верю, что это валидное сравнение с нынешними рынками. Потому что вот здесь у нас также было много напечатанных денег из-за Второй мировой войны. Это сроковые. И потом СНП мучился примерно 3 года. И что интересно, он забрал минимум попросту через 3 года после вершины. То есть вершина была сформирована в мае 46-го и минимумы были пробиты в июне 49-го, 37 месяцев спустя. Причина, по которой это сравнение важно, в том, что если вы посмотрите на инфляцию в США, вы можете увидеть и это вот эта фиолетовая линия. Я нарисую линию на нуле. То есть вот эта линия вот здесь примерно 0. Что вы увидите, это то, что таким же образом инфляция спускалась, она вот здесь задержалась на какое-то время на уровне 1-2%. И потом мы получили дефляционный обвал. Вы можете видеть, что это дефляционный обвал. Так что, что же сделает Федрезерв? Срежут ли они слишком рано и столкнутся с риском повторения сценария 70-х, где у нас будет вторая волна, или они срежут слишком поздно и спровоцируют дефляционный обвал, где многие люди станут безработными. Это очень тонкая грань, по которой они ходят. И вот почему, и я давно это повторял, рано говорить, будет ли это без посадки, с мягкой посадкой или жесткой. Инфляция еще не дошла до 2%. Пока она не дойдет, мы не можем знать, какая будет посадка. Мы можем посмотреть на предыдущие примеры и увидеть, окей, вот так это выглядит, когда у нас жесткая посадка, потому что Федрезерв далеко зашел. А вот так выглядит жесткая посадка из-за того, что Федрезерв рано срезает. Федрезерв продевает нитку в иголку. У вас нет ответа на тему того, что должен делать Федрезерв. У меня тоже. И вот почему это такое сложное задание. Они должны достаточно рано срезать, чтобы лимитировать выход рынка труда из-под контроля. Но также никто не хочет, чтобы они затягивали, потому что тогда у нас может быть дефляционный обвал. И это очень сложно предсказать, что собирается сделать Федрезерв. Моя догадка, и я давно это повторяю, я года назад говорил, что 5,5% это точка невозврата. Моя догадка в том, что они будут очень стараться не срезать слишком много слишком быстро. Это определенно возможно, что Федрезерв может срезать 50 пунктов в сентябре. Абсолютно возможно. И если у вас будет еще пару плохих отчетов о безработице или хотя бы еще один, да, это возможно, что они могут срезать 50 пунктов. Но мне интересно, может это более, это может быть более полезно направляться туда, предполагая, что это будет всего 25 пунктов. Потому что Федрезерву потребуется очень много доказательств, чтобы оправдать 50 пунктов. особенно с S&P на 54 сотнях. Мы ранее сравнивали с 46 и 49, но здесь S&P не устанавливал новый all-time high. Вот столько времени. Ну, то есть вот отсюда. Это 159 недель. S&P не устанавливал новый all-time high. Но если вы посмотрите на нынешнюю дату, вы можете видеть, что S&P устанавливал новый all-time high. Так что это даже не очень справедливое сравнение. Но что я думаю может быть справедливым сравнением? Я говорил это несколько раз. Если кому-то интересно на тему моих взглядов по альткоинам, что я говорил раз за разом это что если вот это то, что делает рынок альткоинов. что если это рынок альткоинов то как он отыгрывает. Потому что если вы посмотрите на альткоины на Total 3 и вы просто наложите 46 49 наложите вот это на экран вы можете видеть что у этого есть сходство. У у вас есть пик вот здесь потом минимумы минимумы еще раз и еще раз есть всплеск наверх и потом стекание обратно вниз. что интересно это то что я говорил 159 недель 159 недель от ноября 2021 помещает вас в ноябре 2024 причина причина по которой это важно том как я уже много раз говорил доминация биткоина должна теоретически найти вершину между сентябрем и декабрем 2024 так что мне очень интересно так ли это отыграет где рынок альткоинов все еще страдает дольше чем думают люди просто потому что федрезерв не готов срезать так агрессивно как рынок хочет и почему бы им это делать инфляция все еще в районе трех процентов нету гарантий нету гарантий что она сразу упадет на 2 процента мы можем думать что мы знаем что произойдет но нет гарантий если они срежут 50 пунктов в сентябре то у вас теоретически может быть риск того что она опять выйдет из-под контроля а если они в сентябре срежут только 25 пунктов и потом пропустят собрание а потом срежут еще 25 может этого недостаточно и будет дефляционный обвал так что это очень тонкая грань для федрезерва по которой им надо ходить это очень сложно я не говорю что это невозможно я хочу разъяснить что это не невозможно просто это очень сложно и это трудные времена потому что рынок кричит и я говорил ранее если вы посмотрите на уровень безработицы многие люди говорят что этот раз отличается все говорят он всегда отличается каким-то образом всегда какие-то отличия есть в этих бизнес циклах но вы знаете что не отличается сколько времени нужно чтобы это все отыграло возьмем паттерн баров от входа в финансовый кризис и наложим уровень безработицы на этот цикл идентично идентично теперь возьмем с краха дуткомов и наложим так же идентично возьмем от рецессии 980 90 и наложим это опять то же самое уровень безработицы уже вошел в нелинейную фазу он идет наверх параболически не значит что не может быть месяца где он падает в Англии только что так было я не говорю что этого не может быть моя точка зрения в том что уровень безработицы уже кричит что нужна помощь от федрезерва он говорит ребята вы должны что-то сделать потому что это этот поезд не остановится пока вы ребята не начнете агрессивно срезать но федрезерв они вот здесь со связанными руками потому что как они могут агрессивно срезать как они могут срезать 200 пунктов достаточно чтобы что-то поменять когда инфляция все еще в районе 3% это проблема для федрезерва если вам интересно если вы там сидите и вам интересно почему ваши альткоины не растут почему они не растут ну по этим причинам эти альткоины самые сомнительные самые дальние на кривой риска чтобы они хорошо себя показали и у нас этого нет и не было и вот почему я долго повторял вам нужно быть аккуратным с рынком альткоинов потому что он может такое вытворять посмотрите на Total 3 очень похожее движение в 2019 перед тем как федрезерв срезал ставки ралли а потом сползание и это то же самое и это не популярный взгляд я знаю но вы оглядываетесь и смотрите на то что люди говорили в апреле марте они говорили об альсезоне о биткоине на более высокие цены а потом смотрите на это сейчас окей это не произошло рынок альткоинов устанавливает уменьшающиеся минимумы и максимумы с марта и биткоин тоже и многие на самом деле были настроены по быче по альтам вот здесь я сказал вам нужно быть аккуратными потому что пары альткоинов к биткоину пробиваются вниз и исторически когда такое происходит альткоины падают на 70% и они уже сильно упали я это сказал в марте но с того момента они упали уже на 40% это возможно что это продолжится альткоина альткоина